Доброе утро, мои дорогие! Костя пошёл заправляться. Мы едем в аэропорт. Только вот метель прошла, валила. Но всё равно прям пробки на дороге. Медленно едем. Не хочется уезжать, не хочется и от внуков, и от сына с Таней. Не хочется, но надо. Надо. Но лечу я не в Крым. В Крыму я буду только через несколько дней. Так что маленький сюрприз вас ждёт. Я вчера постриглась, скажем так, свеженькая бабушка. Ой, чего, мои хорошие, я так удивилась сама. Вчера посчитала. Получается у меня 27 декабря прошлого года я улетела в Питер. Новый год там встретила, потом мы в Москву съездили. Ровно через три недели я улетела в Крым. Ровно три недели я пробыла в Крыму и полетела в Мурманск. Ровно три недели я побыла в Мурманске. Теперь лечу опять. Мне Саша моя и говорит, мама, ты летаешь чаще, чем мы все. Вот так вот, мои хорошие. Легуха-путешественница. Вот так. Ну вот, я и в аэропорту уже прошла регистрацию. Ой, дали мне место хорошее. Опять за бизнес-классом и у окошка. Вот. С Костей попрощались. Поехал на работу. А я сейчас перекурю. Ветер сегодня, ну видите, аж знак качается. Пытаются просветы. Нет. Так и будет видно весь день снег идти. Курманск мой. Курманск мой. Жалко. Ну ничего не поделаешь, лететь надо. Ну и вы со мной, ладно? А то мне одной без вас скучно. Мне девочки дали билет около окошка. Ну, посадочное место, в смысле. И вот здесь вот, где за бизнес-классом, где места много для ног. И вообще так удобно сидеть. Бизнес-класс пустой. Поэтому в этот раз мне не удастся понаблюдать и посплетничать с вами. Ну ладно, значит, полетим так. Народа не очень много. В Питер часто самолеты из Мурманска летают. В Питер до Москва один за другим. Сейчас полетим. Вот, а пока мы не взлетели, я хочу вам прочитать коротенькую лекцию. Может, кому-то это будет интересно. Вот эти вот, вот на этом самолете, вот эти красненькие. Видите такие треугольнички? На конце крыла. Вот люди часто интересуются, для чего они нужны. Такие законцовки. Так, смотрите, смотрите. Поднялась метель. Так вот. Эти законцовки называются по-разному. На Боингах называются винглеты. Ну, это с английского языка. На аэробусах шарклеты. И, в общем, задача-то этой конструкции в том заключается, чтобы устранить завихрения воздуха, которые, ну, получаются из-за разницы давления над крылом и под крылом. Вот именно эта разница создает подъемную силу, за счет которой самолет держится в воздухе. И еще вот установки этих винглет, да, дают сокращение расхода топлива от 7 до 10%. Ну, а это означает, что меньше выброса углекислого газа. Наш самолет готов к взлету. Просим вас убедиться, что все электронное... Да, вот такая вот я умная. Нет, я на самом деле-то много чего знаю, потому что человек я любопытный по жизни и много чем интересуюсь. Ну, ладно. На, мы побежали. Меня спрашивают, боюсь я летать или нет. Ну, не боятся, только дураги. Все, пошли. Ну, просто часто летаю. Поэтому как-то уже по-другому к этому отношусь. Ой, завернули. Там, вон, с той стороны видно. У меня ничего не видно. Вот он, бескрайний русский север. Все, сейчас уже в облачность войдем. И это уже будет до Питера. Пока, Мурманск, дорогой. Пока. Бог даст, еще увидимся. А наверху, вон, как хорошо. Солнышко. Вон, там еще проглядывает сквозь облака. Красотища. Летит нам до Питера полтора часа. Летит нам до Питера полтора часа. Летим на высоте 11 тысяч метров. Со скоростью 850 километров в час. На борту авиакомпании «Россия» не кормят вообще ничем. Ну, как и во многих. Только водичку с газом без газа носят. Не знаю, Хибина, что ли, мы пролетаем. Не пойму. Ой, мои хорошие. Даже для меня удивительна вот такая видимость. Обычно подни облака. Вы смотрите. Слушайте, вот это, наверное, Ленинградка. Ну, трасса, которая в Питер идет. Вот, потому что здесь дорог-то таких крупных-то больше вряд ли. А вот это все белое, это все озера. Вон их. Ой, это вот Карелию называют, да, страна тысячи озер. А Мурманск, мне кажется, еще больше озер. Ой, ну надо же. Такая редкость, когда можно вот так прям в самолете лететь и снимать. Смотрите, какая красота. Ну что, а мы уже пошли на снижение. В Питере плюс три, по-моему. Или минус три, что-то я. Ну, в общем, говорят, погода хорошая. Ну, если все видно, представляете? Нету облачности практически. Есть хочу. Есть, не могу. Самолет приступает к снижению примерно через 25 минут. Совершу посадку в Санкт-Петербурге. Аэропорт Гулково. Терминал. Найдем. Трансферным пассажирам мы рекомендуем по всем вопросам, включая регистрацию на следующий рейс, обращаться с сотрудником стойки Трансфер. Схема рапорта размещена в бортовом журнале. Я как утром встала, а встала я аж в пять часов проснулась. И вот кофе выпила с молоком, и все. Очень хочется есть. Время уже второй час дня. А у меня внутри только кофе, вода и таблетки. Так что сейчас сядем, пойду поем. Время у меня есть. Да, мы, господа, просим вас подготовиться к посадке. Заняйте. Ой, да, как будто грязное все вот это. А это ведь просто деревья и кусты. Прям надо же, как будто вот грязные такие пятна. Так, а это вот вода. И вон берег прям. Коричневый видно. Прикольно. А вот что это за вода, вот честно вам скажу, не знаю. Это надо по карте смотреть. Вот уже прям вон домики видно. Мои золотые. Ну вот кому неинтересно, вы не смотрите. Я ведь это снимаю для тех людей, которые, может, и на самолете-то никогда не летали. Кому это интересно. Вот опять самолет повернул. Опять не видно ничего. Вот. А из того водоема, который мы только что пролетали, вот река. Причем подо льдом. Слушайте, а это может Нева. Она может впадает туда. Ну, ой, прям приеду, посмотрю обязательно. По карте. Может, это Финский залив. Ну, факт тот, что вот река. Вон она. Ну, на облачках стали появляться. Надо же всю дорогу... Я вообще не помню, чтобы хоть раз вот такое было, чтобы всю дорогу было видно землю. Вот, уже видно, прям деревца отдельно стоящие. Ой, да? Как будто грязное все вот это. А это ведь просто деревья и кусты. Прям надо же, как будто вот грязные такие пятна. Ну, все ниже и ниже. Очень не люблю, когда самолет... Вот я тут сидишь у иллюминатора, и самолет в эту сторону наклоняется. Неприятное такое ощущение. Да, вон уже и город видно там вдалеке. О, на дачки пошли. Домики маленькие. Ой, а я так люблю смотреть, когда вот так видно так долго, хорошо. Вот, видите? Мы вот сделали круг, и вот река, и вот она там впадает в огромный водоем. А тут вот еще какая-то речечка в нее впадает. Не знаю, мне кажется, это Нева. Ну, вот пошли дома уже большие. Привет, Питер. Жалко, Сашу не увижу зданий. Ничего, Бог даст. Еще слетаю в Питер к ним. Там же теперь щеночек еще. Так. Сейчас начнем снижаться совсем. Ну, вот уже вон и машинки видно. Маленькие. Вон там мост. А это, наверное, вот, ну, вот эта вот окружная дорога. Там далеко. Вдалеке. Мы летим, и тень вон от самолета от нашего на земле. Ну, вот Питер. Вон она, это вон там кукуруза. А там, в том районе Леночка баттл живет. Привет, Леночка. Привет, девчонки. Ну, еще сесть бы хорошо. А потом бы еще раз взлететь хорошо. А потом еще раз бы сесть хорошо. Все равно переживаешь, ну, как-то. Не боятся же дураки только. Ну, все, сейчас садиться будем. Как-то весь как автобус в Крыму. Как-то он весь так болтает со стороны в сторону. Это самолет не старый. Ну, какой-то весь не очень. тень. Ну, все. Сейчас. Тень догнала. господи, не развалился бы. Весь дребезжит. Ну, все. Ну, все. Мы в Питере. Спасибо всем огромное. Кто посмотрел, мои хорошие. Кому понравилось, ставьте лайки. Дамы и господа, добро пожаловать в солнечный Санкт-Петербург, город-герой Ленинград. Наш самолет совершил посадку в аэропорту по около терминалу 1. Ну, пока-пока. Местное время 13 часов 25 минут. Субтитры сделал DimaTorzok